Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. И, как вы уже догадались из названия, не просто Кулинарную пропаганду, а рубрику Пищевые фобии. Предупреждение, или, как сейчас модно выражаться, дисклаймер. Я не медик, я даже не диетолог. Я имею высшее образование, но образование у меня техническое. По результатам просмотра сегодняшнего ролика, я не ожидаю, что вы будете мне верить. Больше всего на свете я ненавижу это слово применительно к области знаний. Ах, я верю в то, что дважды два – четыре. Ах, я не верю, что земля плоская. Вру. Еще больше, я ненавижу тупость во всех своих проявлениях. Вот от тупости у меня больше всего пригорает. Я предпочитаю не верить или не верить, а знать. Либо не знать. Я вообще, на самом деле, крайне нетерпимый человек. И если сегодня к вечеру какая-нибудь божественная сущность или внеземная цивилизация наделит меня сверхспособностями, то завтра утром 90% населения Земли не проснется. Бойтесь. А теперь серьезно. Вся информация, которую я вам сегодня сообщу, получена мной из открытых источников. И любой из вас, имеющий полчаса свободного времени, ну ладно, час, ну пусть даже два. Так вот, немного свободного времени и элементарного желания вдумчиво разобраться в этой информации получит, ну или сделает, ровно те же самые выводы. Примерно год назад Всемирная ассоциация здравоохранения ВОЗ совместно с МАИР, это Международная ассоциация по изучению рака, опубликовала пресс-релиз о канцерогенности красного и переработанного мяса. И тут же журналисты ухватились за эту горячую новость, раскудахтались, и переполох в этом курятнике не утихает до сих пор. Мне на этот шум и гам наплевать. То есть, было бы абсолютно наплевать, если бы нерегулярно пишущие в комментариях под моими роликами насчет колбасы, насчет ветчины, насчет прочего, всякие напуганные граждане. И что особенно неприятно, фанатики с горящими глазами. Фанатиков не переубедишь, у них мозгов нет. И я же сейчас постараюсь озвучить информацию для вас, мои думающие и адекватные подписчики. Все-таки очень здорово, что подавляющее большинство из вас, мои подписчики, люди адекватные, не только имеющие мозги, но и регулярно ими пользующиеся. Вы не представляете, какая это сейчас редкость. Итак, о чем же говорилось в релизе? О двух группах. О переработанном мясе и о красном мясе. Что о них говорилось? Красное мясо отнесено в группу 2А. Что это за группа такая? Это группа, в которую входят продукты и вещества. Канцерогенез по которым вероятен, но не доказан. То есть данных пока недостаточно. Предположения базируются на ограниченности данных. Что это значит? Да то и значит, что данных недостаточно, чтобы утверждать что-то с уверенностью. По переработанному мясу канцерогенность доказана хорошо. Группа 1. Но! Всегда есть это самое «но». Классификация МАИР вообще не учитывает степень опасности, степень канцерогенного воздействия. Условно говоря, доказали, что какое-то вещество или продукт канцерогенен, добро пожаловать в группу 1. А то, что при этом этого самого продукта нужно 1 грамм съесть и добро пожаловать в онкологию, а другого, который тоже входит в эту группу, нужно съедать по килограмму в день в течение года, для того, чтобы бронировать там же кое-каку, этого классификатор не учитывает. И мы плавно переходим к оценке степени риска. Итак, что же доказано? Доказано, что регулярное употребление переработанного мяса в количестве 50 граммов в сутки или 1,5 килограмма в месяц приводит к повышению степени риска прямой кишки и толстого кишечника на 18%. Неприятно. А всего в мире в год от этого рака умирает 34 тысячи человек. Солнце перешло, давайте пересядем. Ну вот, другое дело. Да, так о чем это я? 34 тысячи человек, население целого городка. Реально страшно. А вы знаете, сколько в мире в год умирают от рака, связанного с употреблением алкоголя? Нет? Полмиллиона. В 15 раз больше. Подкину говна на вентилятор. А знаете, сколько в мире ежегодно умирает людей от рака, вызванного курением? Миллион. Даже больше. А от рака, связанного с загрязнением воздуха в больших городах и крупных промышленных центрах? 200 тысяч человек. К чему это я? Да к тому, что риск от употребления таких продуктов безусловно есть. Но он на фоне остальных рисков в общей вот этой массе, тех же канцерогенных рисков, ничтожно мал. Ну вот, реально, глядя на вещи, многие ли из вас живут в деревне, в экологически чистом районе, не употребляют алкоголь, не курят, и при этом потребляют в месяц по полтора килограмма копченых колбас? К проблеме этого серьезнейшего заболевания нужно подходить комплексно. Но какой смысл верещать, стращать и не пущать в попытках снизить вероятность заболевания этим серьезным заболеванием на 18%, не учитывая того факта, что само по себе доля этого заболевания в общем объеме всего лишь 2%. То есть, есть, допустим, два среднестатистических приятеля, которые живут в городе, оба курят, регулярно встречаются для того, чтобы выпить пивка, и один закусывает это пивко или водочку солененьким огурчиком, зоживец потому что, а второй своей любимой колбаской. Так вот, вероятность попадания в группу риска у зоживца 1,6%, а у того, кто пренебрегает своим здоровьем, 2%. И вот из-за этих 0,4% столько истерик. Вы серьезно? Понимаете, о чем я вообще, к чему веду? О том, что не надо тратить 98% своих сил, своего времени, своих усилий на то, чтобы снизить вероятность заболевания, какого-либо заболевания, на вот эти ничтожные доли процентов. Потому что тогда у вас останется всего 2% ваших сил, вашего времени, вашей энергии на то, чтобы бороться с остальной группой серьезнейших, больших проблем, больших заболеваний, через того же самого рака. Что вообще докладчики ВОЗ и МАИР понимали под этим термином переработанное мясо? Они сообщили, что к этой группе они отнесли любое мясо, неважно, красное, белое, или даже птицу, если оно подвергалось с ферментированию, сушки, копчению, то есть любой переработки с целью долгой сохранности. Если же мясо свежепереработано, только что пожарено или сварено, то оно в эту группу исследовательскую не входит. А красное мясо в этом пресс-релизе это мышечное мясо млекопитающих. Баранина, говядина, свинина, то есть рыба-птица в эту группу не входит. Но не потому не входит, что оно якобы абсолютно безопасно. Нет, не входит оно просто потому, что пока его в этой мере, в этой степени не исследовали. Ну и давайте копнем вглубь. Что же там опасного такого канцерогенного вообще? Пресс-релиз ссылается на давно исследованные и подтвержденные канцерогенные, например, бензопирены, вездесущие нитрозамины, гетероциклические, ароматические амины. Да, они канцерогенные, но замечу, они канцерогенные, например, не в той степени, совершенно не в той, чем азбест или, допустим, формальдегид. То есть есть данные, что при постоянном, регулярном употреблении в пищу, продуктов, которые содержат весь названный мной букет, вероятность возникновения рака желудочно-кишечного тракта возрастает. Разберем по пунктам. Нитрозамины, например. Они возникают при контакте белков, неважно животного или растительного происхождения, с нитратами и нитритами. При тепловой обработке, обжарке, варке, количество этих самых нитрозаминов, естественно, увеличивается. В общепродуктовой корзине среднестатистического современного человека доля получаемых в организм человека нитрозаминов из мяса 20%. Остальные человек получает с овощами. Например, когда собирается борщица навернуть. Там и свеколка, богатая нитратами, и капустка, и морковка, да еще и обжаренные в растительном масле. Короче, полный букет. Понимаете, к чему я клоню? Вы ежедневно получаете в организм свою фиксированную, привычную дозу калорий. Ну, у всех по-разному. Кто-то там полторы тысячи в день, кто-то пять тысяч, неважно. И получаете в эту дозу калорий из привычного вам набора продуктов, исходя из ваших пищевых привычек. И если вы вдруг напуганы журналистскими страшилками, решаете кардинально поменять свой рацион, снизить, допустим, или вообще избавиться от вашей сырокопченой колбасы, нежнолюбимой, то вы эти калории будете добирать какими-то другими привычными вам продуктами. То есть, в результате вы те самые нитрозамины получите не из колбасы, а из борща. Или жареной картошкой с жаренными котлетками. Только там, кроме нитрозаминов, еще и бензопирены будут. Короче, нет у вас никакой реальной возможности ограничить, кардинально ограничить потребление канцерогенов, которые вы и так всю жизнь потребляете. Ну, только если вы не перейдете на питание какими-нибудь там таблетками, здесь должна прозвучать реклама какого-нибудь спортивного питания или БАДов. Ну, вам точно нужна такая жизнь? Питание таблетками, жизнь в скафандре. И еще раз повторюсь, не верьте мне, не надо мне верить. Сами поройтесь в интернете, откройте первоисточники, покопайтесь в этих релизах, разберитесь в этом вопросе, если он вас реально волнует. Не надо верить, надо знать. Спасибо за компанию. Всем пока. А я пойду пивка себе позволю. Боно парадос, одна для двоих, да? Я могу с... Ну, я хочу мальголит, но может ну, давайте какую-то одну выберите. Давай маргариту. Да, маргарита. Вален. О, gracias. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы, конечно, не поймете, если я не расскажу отзыв о этом заведении, где мы сейчас пообедали. Значит так, это классическое туристическое заведение, располагается в городе Дэния. Находится на площади небольшой, можете сказать, почти в центре города. И оно конкретно туристическое. При этом, что значит туристическое в моем понимании? Во-первых, это еда среднего качества, здесь, конечно, не отравишься. Здесь более-менее приличная пицца. Здесь очень много заведений, где пицца вообще отвратительная, совершенно несъедобная. Здесь она более-менее приличная. Хотя есть такое подозрение, что ее здесь разогревают. Она приготовлена заранее. А что касается остальных закусок, возможно, неплохая паста. Мы здесь не пробовали. Ну, например, я попросил на закуску кусочки курицы. Так это вот совершенно однозначно. То, что покупается уже в готовом виде в магазинах для рестораторов. То есть нарезанная, вот как Макдональд из этих куских, да, она в этой панировке. Здесь ее в лучшем случае готовят в критюре. Хотя, по моим ощущениям, просто разогрели в микроволновке. Короче, если голодны, зайти можно и не отравитесь. Но, что касается насладиться вкусом испанской еды, нет. Это не это заведение. Хотя очень приятные здесь официанты. Ну, а теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok